Даже если вы сейчас пьете кофе за мак, любите пингвинов или антилоп, неважно, вы все работали и знаете Windows. А к чему приводит такая распространенность? Правильно, к появлению ненадежного софта, куче заблуждений, ускорителей и даже фетишам. Сегодня как раз об этом поговорим, попутно рассказывая, как так вышло и почему так делать необязательно. На связи МК, погружаемся в Windows. Миф номер один. Windows нужно периодически переустанавливать. Ох уж эти любители профилактики, которые предлагают раз в полгода чистить компьютер, менять термопасту, а раз в пару лет переустанавливать Windows. На самом деле содержать свой ПК в чистоте – здравая мысль. Имея пару рук, растущих из плеч, можно не торопясь сделать все за пару часов. Тут дело в том, что такие профилактические действия зачастую просто бессмысленны. Если вы сняли крышку и видите, что системник внутри достаточно чист, нет смысла его разбирать и вычищать все до блеска. Если нет проблем с перегревом, не меняйте термопасту. Если Windows работает стабильно и без глюков, не нужно ее переустанавливать. Более того, даже если система работает нестабильно, это не повод ее сносить и ставить с нуля. Давно уже прошли времена Windows 95, когда переустановить систему было проще, чем разобраться с ошибками. Сейчас у нас есть различные логи и журналы ошибок, а в интернете хватает решений для большинства возникающих проблем с системой. Поэтому переустановка – это крайний метод, когда, как говорится, проще пристрелить, чтоб не мучился. Профилактически сносить Windows раз в пару лет стоит лишь в том случае, если вам нечем заняться. Второй миф. Системный диск обязательно нужно разбивать на два раздела. Интересный миф, который уходит корнями и в 90-е, и в незнании матчасти. С одной стороны, когда система установлена в один раздел, а данные хранятся в другом, можно быстро снести лишь системный логический диск при установке Windows и не потерять свои файлы. И именно это сделало такое разбиение HDD популярным в 90-е, когда из-за частой установки Windows ключи от нее помнили наизусть. Про это даже есть анекдот с проверкой на возраст. С другой стороны, до сих пор хватает пользователей, которые не различают разделы и физически различные диски. Поэтому есть мнение, что если что-то произойдет с диском C, то данные на D останутся в порядке. Это действительно разумно в случае с двумя различными накопителями. Но если у вас один и тот же диск, велик шанс потери данных в обоих разделах на нем. Сейчас, когда Windows мы переустанавливаем редко, разбивать один диск на разделы имеет смысл только если вам так удобнее. Однако до сих пор некоторые компании, например Huawei, разбивают SSD в своих ноутбуках на два логических раздела. Такое разбиение будет стоить вам до нескольких гигабайт свободного места из-за системного резервирования. Поэтому имеет смысл сразу же срастить такие логические тома в один. Третий миф. Систему обязательно нужно чистить сторонними программами. Пожалуй, это один из серьезных мифов, который может привести к проблемам в работе ПК. Очень часто на различных форумах и сайтах при тормозах системы предлагают воспользоваться C-клинером и прочим подобным софтом для удаления мусора. Иногда это действительно помогает, но чаще всего просто создает видимость работы. Более того, временами проблем с Windows из-за такой чистки становится только больше. Да, в массе своей такой чистящий софт работает по максимально четким алгоритмам, которые на большинстве ПК действительно избавят вас от накопившегося от программ мусора и различного системного кэша. Но временами, обычно после крупных обновлений Windows, такое ПО может начать сбоить и удалять важные для работы системы данные. Убить систему полностью у вас, скорее всего, не получится, однако получить нерабочее меню пуск или сбоящий проводник вполне реально. Как же тогда чистить систему от мусора? Для этого в Windows есть встроенный инструмент, который разработан самой Microsoft и безопасен для системы. Найти его просто. Достаточно нажать правой кнопкой мыши на диск C и в свойствах выбрать опцию очистка диска. Да, такая встроенная функция будет удалять обычно меньше данных, чем тот же CC Cleaner, но это плата за безопасность. Единственное, для чего стоит использовать сторонний софт, так это для удаления хвостов, оставшихся от различных программ. В таком случае риск для системы будет минимален. Однако освобождаемое место редко превысит несколько мегабайт, что делает такой процесс просто бессмысленным в современных реалиях. Четвертый миф. Нужно постоянно обновлять драйвера. Еще один любопытный фетиш – постоянное обновление драйверов. Вышел багфикс, ставим. Realtek второй раз за месяц выпустила новый звуковой драйвер, устанавливаем его немедленно. С одной стороны, тут ничего плохого нет, новые драйвера просто так не выпускают. В них обычно как минимум исправляют ошибки, а временами даже добавляют новые функции. С другой стороны, есть важный принцип, который гласит «работает, не трогай». Наверное, многие заметили, что Windows 10 и 11 автоматически ставят на большинство комплектующих драйвера самостоятельно, и что нередко это бывают версии двух-трехлетней давности. Все дело в том, что Microsoft разработала собственную систему тестирования драйверов, которая называется WHQL. Эта аббревиатура в названии драйвера означает, что он прошел все необходимые тесты и достаточно стабилен и безопасен для общего развертывания. Только такие драйверы Windows и ставят самостоятельно. И даже если они были выпущены пару лет назад, но при этом система работает стабильно, нет смысла их просто так обновлять. Разумеется, за исключением драйверов для тех устройств, где постоянно добавляются новые фишки, например, для видеокарт, где почти каждый новый драйвер имеет оптимизации под свежие игры. И самое главное, забудьте про драйвер-паки. Они кажутся удобным способом быстро получить самые последние драйвера, однако их массовая проблема – они частенько ставят драйвер не для конкретно вашего оборудования, а общий для целевого семейства устройств. Такой драйвер теоретически является совместимым, но на практике приводит, например, к тому, что на ноутбук Xiaomi устанавливаются неподходящие дровишки клавиатуры, после чего последняя благополучно перестает нормально работать. Поэтому еще раз кратко. Работает – не трогаем. Не работает – обновляем драйвера руками с официальных или проверенных сайтов. Миф номер пять. После установки Windows нужно обязательно ставить сторонний антивирус. Что ж, во времена Windows XP и даже Windows 7 в этом была логика. Встроенные в систему антивирусы давали лишь минимальную защиту, поэтому установка сторонних решений была необходимостью для безопасной работы, особенно с учетом того, что пиратство тогда было нормой. Однако это уже давно не так. В Windows 10 и 11 есть отличный встроенный антивирус, который дает защиту как минимум на уровне платных Касперских и Нортон, благодаря тому, что он встроен в систему и может обеспечить, например, изоляцию ядра. Его надежность подтверждают многие независимые тесты, поэтому больше нет смысла ставить сторонние решения. Собственный антивирус Microsoft более чем справляется со своей задачей. Миф номер 6. Реестр нужно очистить и оптимизировать. Ох уж этот бедный реестр. Он появился еще в 90-е как способ хранения конфигурационных файлов программы, а теперь в него своими кривыми ручками лезут оптимизаторы и мододелы. Очень важно понимать тот факт, что реестр крайне глубоко интегрирован в Windows, поэтому любое неловкое движение в нем может привести банально к тому, что система просто перестанет загружаться. Именно поэтому не стоит его трогать без крайней нужды и уж тем более давать в нем копаться различному ПО для чистки и оптимизации Windows. Да, чистка реестра не ускорит работу системы. Удаление даже нескольких сотен ключей в нем никак не скажется на быстроте ПК, потому что он имеет древовидную структуру, так что если какой-то раздел реестра не используется, система его просто не будет трогать. Поэтому его удаление максимум сэкономит вам несколько сотен байт. Так что еще раз, не трогаем реестр, даже если очень хочется. Пожалуй, единственная причина, по которой стоит туда лезть, это удаление зловреда, который, например, подменяет стартовую страницу браузера. Больше массовых причин лезть в эту святая святых системы нет. Едем дальше. Миф номер семь. Обновление системы – зло, которое нужно всеми силами отключать. Это достаточно современная тенденция, которая имеет под собой вполне веское оправдание. Обновления Windows 10 редко выходят стабильными. Microsoft временами их отзывает и перевыпускает, дабы исправить проблемы, которые они вызывают, и при этом частенько появляются новые ошибки. Поэтому желание раз и навсегда отключить обновления на системе, которая в данный момент работает стабильно, выглядят вполне логично. Однако использовать для этого сторонние инструменты, которые буквально ломают Windows, выкорчевывая из него механизмы обновления – это явный перебор. Дело в том, что Microsoft вполне официально предлагает отложить апдейты в случае с ProVersage на год, а в случае с Home на месяц. Более того, кнопка «Отложить апдейты на неделю» находится буквально на главной странице центра обновлений. Поэтому нет никакого смысла насильно выключать апдейты сторонними методами. Вполне хватит встроенных. Обычно о проблемах с апдейтом становится известно через день-другой, и шанс, что они будут исправлены за месяц близок к 100%. Так что логичным решением является не полное отключение центра обновлений, а просто откладывание апдейтов на будущее. В таком случае и шанс получить проблемы минимален, и система остается в первоначальном виде. Восьмой миф. Файл подкачки – тоже зло, которое нужно отключить. Что еще в Windows страдает, кроме реестра? Правильно, файл подкачки. Изначально он создавался индусами из Microsoft в помощь тем, кто не осилил покупку 32 гигабайт DDR5 за штуку евро. А если серьезно, то это файл на диске, который выполняет роль ОЗУ, и система динамически отправляет в него данные, которые на данный момент не используются, освобождая место в драгоценной оперативной памяти под приоритетные задачи. Разумеется, даже самый быстрый пользовательский SSD будет медленней простой ОЗУ DDR3, не говоря уж о DDR4 и DDR5, поэтому совет отключать файл подкачки при большом объеме памяти выглядит логично, как и оправдание, что это продлит ресурс накопителя и ускорит работу системы, которая не будет выходить за рамки ОЗУ. Однако на деле не все так радужно. Во-первых, ресурс даже недорогих современных SSD таков, что при обычном использовании вы успеете пару раз поменять ПК, а твердотельник все еще будет живее всех живых, так что нет смысла беспокоиться о его ресурсе. Во-вторых, современный софт достаточно прожорлив, чтобы на пике выходить за рамки 16 и 32 гигов, так что файл подкачки это своеобразная страховка. Уж лучше пусть программа начнет лагать, чем вылетит с потерей данных. Поэтому нет никакого смысла отключать файл подкачки в современных Windows, они достаточно умные, чтобы динамически откусывать от диска необходимый объем, который редко превышает несколько гигабайт. Едва ли это можно назвать критической платой за стабильность. Правда? Девятый миф. Чистая Windows 10 – отстой. Сборки от флибустьера куда лучше. Думаете, что эпоха сборок закончилась на Windows 7? Да как бы не так. Зайдите на любой крупный трекер, и вы удивитесь тому, что стали появляться даже сборки Windows 11. И это достаточно странно. Окей, во времена Windows XP интернет был очень небыстрым, и получить сразу на диске максимально обновленную версию системы, да еще и с нужным софтом, было действительно удобно. А зачем же делают сборки сейчас? Удивительно, но за десятилетия мало что изменилось. В таких сборках, опять же, интегрируют все последние обновления, некоторые софт, а также вырезают часть ненужного функционала. Например, из нового – слежку за пользователями и телеметрию. И, судя по отзывам на трекерах, эти самые пользователи такими сборками в массе своей довольны. Однако, как я уже говорил, в современном мире смысла в таких сборках мало. Microsoft не запрещает скачивать официальные образы Windows 10 и 11, и даже поможет их залить на флешку. Скачать нужный и не очень софт из интернета сейчас тоже не является проблемой. А вот отключение различных системных процессов выглядит отнюдь небезопасно. Во-первых, большая часть слежки отключается вполне официально. Да, к тому же, пора привыкнуть, что сбор Big Data стал уже реальностью. Во-вторых, отключение того же UAC, да, именно так называется всплывающее окошко с запросом прав администратора, может привести к тому, что система станет просто беззащитна перед вирусами. Ну и в-третьих, глубокие ковыряния в системе могут вылиться в невозможность установки апдейтов, или же просто в проблемы со стабильностью. Поэтому самый лучший вариант – забыть про сборки и устанавливать только чистые образы системы с сайта Microsoft. Что по итогу? Думаю, многие поняли основной посыл. Не трогай систему, и она будет радовать вас долгой и стабильной работой, ибо индусы из Microsoft уж точно разбираются в собственном коде лучше, чем авторы твиков, оптимизаторов и прочих драйвер-паков. А с учетом того, что последние пять лет апдейтов Windows 10 практически доведена до ума, стоит радоваться этому и не пытаться улучшить то, что уже работает хорошо. Свежая Windows 11 такой стабильностью пока похвастаться не может, но помимо визуала в ней появилось много новых функций. Об этом мы рассказали в выпуске «11 полезных фич Windows 11». Если вы все-таки хотите обновиться, узнайте, поддерживает ли ваша система новую ОС. Для вас мы собрали лучшие процессоры под Windows 11 в один список на Е-каталог, начиная от самых новых Intel 12-го поколения, заканчивая базовыми Athlon и Core i3. Ссылки на список лучших процессоров будет в описании. Ваши переходы по ссылкам очень нам помогают, даже если вы хотите просто посмотреть, поэтому не стесняйтесь. Надеюсь, вы все это знали. Скорее всего, будут не согласны, и те, кому есть что добавить, всех жду в комментариях и в нашей группе ВКонтакте. Там нас много и интересно. Ссылочка будет в описании. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. С наступающими вас. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok